Еще вчера этих котят ждала печальная участь, а уже сегодня в приюте для бездомных животных они ждут хозяев, чтобы подарить хвостатым надежду на жизнь одного милосердия мало. Выкуп 32-х мурлык из пункта временного содержания добродетелям обошелся в 500 рублей. Теперь у волонтеров возникла проблема с их размещением. Здесь на Наумово-24 планируют построить так называемый кошкин дом размером 4 на 8. Это домик, где будут находиться лежаки, установочки, кошатники, лотки, кормежка, ночлежка для котиков. Но у них будет обязательно выход на улицу, который будет огорожен сеткой, чтобы они не попали в лапы собакам. Но для котиков нужен уголок. Желательно вообще кошкин дом где-то сделать не на территории, где находятся собаки, потому что это стресс для котов, собаки тоже не все же дружат с котами. Сегодня в приюте Добродетель 178 собак. Постоянно кормят и ухаживают за ними 4 волонтера. И только один из них занимается строительными работами. Для воплощения проекта уже закуплены материалы, но не хватает рук, нужна помощь. Кстати, это не единственная задумка активистки. Ирина Кавалерова загорелась еще одной идеей. Поставить миниатюрные кошкины дома прямо на улицах города, куда можно будет приносить корм и воду. Следить за четвероногими и спонсировать готовые сами зоозащитники. Животные они были, есть и будут. Нам от этого не уйти. Мы не можем истребить всех животных отловом просто и усыплением. Поэтому надо создать такие условия, чтобы было комфортно и людям, и животным. И если будут такие домики, поверьте, эти котики, они будут в этот домик приходить. Они не будут ходить по подвалам, по подъездам. Они будут жить именно в этом домике. С акцией, чтобы узнать мнение горожан по поводу новых жилищ для котов, и добродетели выйдут в августе. Высказать свою точку зрения можно и на YouTube-канале Бобруйск-360. Помочь благотворителям, к слову, неравнодушные, могут по-разному – продуктами, средствами или же силой и временем. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск-360.